В 1877 году по инициативе гласного городской думы Петра Алабина в городе на Волге создали один из самых знаменитых российских духовных символов – Самарское знамя. Его основание изготовили из благородных металлов, а полотнище, в центр которого поместили изображение Богоматери и Кирилла и Мефодия в Золотом Кресте, соткали монахини Иверского монастыря. Знамя изготовили в период, когда Российская империя помогала балканским народам освободиться от 500-летнего гнета османского ига. Тогда самарцы в составе третьей дружины болгарского ополчения под руководством командира Павла Калитина пошли добровольцами сражаться за братьев славян под полотном легендарного знамени. Впоследствии оно стало символом победы России, подвига, чести и доблести солдатов и офицеров. В современной истории значение знамени остается колоссальным. На днях его копию губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал бойцам Самарского батальона. Самарское знамя сейчас это также символ боевого духа, символ чести и доблести нашего воинства, которые опять защищают, спасают братьев славян, защищают мирное население. В России создано порядка шести копий Самарского знамени. Одну из них хранит 132-я школа города. Экспонат выставлен в музее, который действует в учебном учреждении с 1973 года. Здесь собраны разные экспозиции, рассказывающие об истории школы, ее знаменитых выпускниках, в том числе о герое Советского Союза Губанове Георгия Петровича, имя которого носит учебное заведение. А также представлена экспозиция, рассказывающая о многолетней дружбе школы с гимназией номер один в Болгарии. Как отметила заместитель директора по научно-методической работе Анна Князева, у копии Самарского знамени долгая и интересная история, которая началась в 1991 году. В то время образовательное учреждение вступило в Ассоциацию славянских школ, началось активное изучение истории и культуры народа. Позднее, в 1997 году, учитель технологии Валентина Иванова вместе с подопечными заинтересовались историей одного из знаменитых символов Самары. С ребятами на уроках технологии они изучили историю создания, историю боевой славы, изучили внешний облик этого знамени и на уроках своими руками дети вместе с педагогом копию вот эту вот создали. Причем это точная копия, там есть один только нюанс, чем отличается. В настоящем знамени там золотом вышивка идет, а в знамени, которое вот наши ребятишки сделали, золото заменено на бисер. В субботу, 27 августа, в городе отметят 145-летний юбилей Самарского знамени. В рамках одноименного фестиваля жителей ждет насыщенная праздничная программа. Основное место действия – Струковский сад, где Петр Алабин и придумал один из главных духовных символов Самары. Уже с 12 часов дня в парке заработают более 28 интерактивных площадок, которые погрузят самарцев в эпоху конца 19 века и расскажут историю знамени о его значении и о многолетней дружбе славянских народов. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, Константин Головин. События.